В музее спортивной славы появились экспонаты, посвященные 75-летию сочинского яхтсмена Виктора Языкова. В 13 лет он пошел работать в Лазаревскую верфь, при которой был яхт-клуб. И именно там овладел первыми навыками общения с парусами. Тогда же Виктор построил свою первую яхту во дворе дома. Виктор Аркадьевич – уникальный человек. Он 10 раз пересекал Атлантический океан и три раза тихий. А в 1986 году он стал участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1998 году Виктор Аркадьевич решил участвовать в гонке среди яхтсменов-одиночек, организаторами которой выступили американцы. По правилам этой гонки на каждой яхте должно быть установлено видеооборудование, чтобы в режиме онлайн наблюдать, что происходит с участниками во время соревнований. Языков на старт опоздал. Плюс ко всему пришлось устанавливать камеры видеонаблюдения. Время было упущено. Когда он вышел в открытый океан, оказалась у него еще другая проблема. Дело в том, что он не заявил организаторам этой гонки о том, что у него проблемы с рукой. И в открытом океане у него спалился абсцесс. И нужно было прекращать соревнования. Но языков связывается по рации с канадскими врачами, которые ему диктуют ход операции, который он делает сам себе. Вот за этим действом вся Америка следила в режиме онлайн. Операция прошла успешно. Но долго не удавалось остановить кровотечение. И спортсмен потерял сознание. А когда пришел в себя, оказалось, что его яхта на автопилоте вышла в лидеры. В музее можно узнать и о других спортсменах, познакомиться с их достижениями. И все благодаря экспонатам, которыми делятся сами чемпионы и призеры различных соревнований, а также жители города-курорта. Последние Олимпийские зимние игры прошли в 2022 году в Пекине. И впервые в истории нашей страны и нашего города наша землячка Ирма Махиня завоевала серебряную медаль в групповых выступлениях в прыжках на лыжах с трамплина. И вот она передала свою стартовую майку с автографом в наш музей. Один из последних подарков – часы от сочинца Дмитрия Ильиных. Волейболист получил их от президента России на приеме в честь спортсменов в 2012 году после победы на Олимпиаде в Лондоне. Уникальные награды – кубки, экипировка, талисманы – будут интересны не только взрослым, но и подрастающему поколению. Мы разработали мероприятие, мы его проводим для деток. И через вот таких персонажей мы рассказываем детям не только об истории спортивных состязаний, но рассказываем о наших спортсменах, которые участвовали в этих состязаниях. Они также изучают посредством таких вот талисманов географию, историю стран, где проходили эти состязания. Напомню, музей спортивной славы работает с 9 до 17.30 каждый день, кроме понедельника. В последнее воскресенье месяца – бесплатный вход для многодетных семей.